Рейд только начинается, а с Ленинградского проспекта в Ярославле уже приходит сообщение. На перекрёстке не смогли разъехаться две иномарки. После удара одна из машин влетела в сугроб. По Ленинградскому проспекту двигался Форд Фокус на зелёный свет, на разрешающий. А вторая машина поворачивала на улицу Панино и не уступила дорогу машине, Форду, и совершила столкновение. Вместе с инспекторами на месте работают аварийные комиссары. Эта служба в Ярославле появилась сравнительно недавно. Сейчас по городу курсируют только два экипажа. Помогаем людям успокоиться, помогаем людям составить схему ДТП, европротокол составить, если понадобится, вызываем ГАИ. Водители не пострадали и трезвые, а вот поведение этого шофёра инспекторам показалось странным. Слишком резко отечественная «девятка» свернула во дворы. Вы не выпивали сегодня, да? Вы с пониманием относились, да? Да, да. Пока инспекторы проверяют документы во дворе на Добрынино, у здания военкомата остановлена ещё одна машина. Водитель вызывает подозрения. Я ехал из Константиновского в центр, то есть просто вот так случилось, что забыл документы. Прямо тут остановили вас? Да, остановили, как бы попросили показать. Я сестру отправил сразу же. Меня свозили в отделение, установили личность. То есть я всё сказал, все данные. Спробили по базе машину, всё, с нарушений каких-то не выявили. Инспекторы подозревают, мужчина и в состоянии опьянения. В патрульном автомобиле житель Константиновского отправляет создавать анализы. Отмечу, за выходные в Ярославской области было выявлено 42 нетрезвых водителя. Георгий Колчин, Оперативное вещание.